Возле знаменитого сухомского кафе Брехаловка много завсегдатаев, которые собираются здесь, чтобы обсудить последние новости, сыграть партию в нарды и шашки. И, конечно, неожиданное появление на этом месте странной конструкции у многих вызвало неоднозначную реакцию. В знак протеста на Брехаловке собралась инициативная группа горожан. Как я понимаю, это совершенно незаконная конструкция. Я понимаю, что у нас, к сожалению, много всего незаконного уже построено. Это никак не аргумент. Если недостойная рядом конструкция, не значит, что можно еще одну недостойную подстроить конструкцию. Пришло время, когда уже нельзя. Это тот случай, когда уже не хватает внутреннего ресурса, промолчать, отойти в сторону. Наш город уродуется системно. Мы сначала воевали за наш город, наши отцы, наши братья. Мы умирали за наш город, за возможность в нем жить. А когда потом мы получили этот шанс, чудесно, это было чудо, мы решили, что теперь мы в нем имеем право на все. И начали сами разрушать свой город. И речь не идет конкретно про вот этот самострой. Это просто стало какой-то последней каплей. Есть и те, кто не против появления нового строения. По их словам, здесь собирается много людей, а в дождливую погоду места хватает не всем. Человек, сейчас он вообще не хочет себя афишировать. Он какие-то деньги нашел. Просто построить и подарить людям, решил он. Как не поддержать такого человека? Не согласованно это я понял, да, с архитектурой, потому что ему документы для чего? Это же не кафе, не будка. Ему эти документы не нужны. Он не хочет это присвоить себе. Он людям оставляет от себя. Что-то хорошее хотят сделать для народа, и вдруг кому-то помешало вот это. Говорят, незаконно. А где написано, что это незаконно? Пусть документально покажут нам. Неожиданно мы на нас напали на комиссию. Мы документы тоже, если нужно будет, мы все сделаем. Мы же не говорим, что ничего нам не ваше дело, мы сами дали. Дай бог, чтобы красиво и после этого, или снимут, или что-нибудь, чтобы в городе у нас чистенько было, значит, и нарушений, чтобы не было. Как выяснилось, строитель забыл получить разрешительные документы на возведение конструкции. Поэтому на эти работы был составлен протокол об административном правонарушении. Я выехал на место и сам увидел это строение. Но, конечно, абсолютно не подходит к этому месту. Это место, оно очень знаковое для горожан. Мною было принято решение разобрать то, что они сделали. И если есть необходимость, мы сами им построим навес, чтобы они могли в непогоду там сидеть и проводить там свой досуг. Кроме того, что постройка возводилась незаконно, она никак не вписывается в окружающий ландшафт и не гармонирует с архитектурой Сухумской набережной, отмечают представители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Нами было написано письмо в администрацию города с просьбой показать нам проект строительства, чтобы в дальнейшем он был согласован с нами. Вблизи колоннады, так как это исторический центр города, не разрешается строить объекты, которые дисгармонируют с уже сложившейся архитектурой. Таким образом, неизвестно, откуда появившаяся на Брехаловке постройка была демонтирована. А инициативная группа, в числе которой есть и молодые архитекторы, предложила столичной администрации альтернативный проект.